Запечатлели красоты полуострова раз и навсегда. В Министерстве экологии и природных ресурсов презентовали фотовыставку «Сохраним уникальную природу Крыма». Она проходит в рамках конкурса, на который прислали уже более сотни работ. В нем принимают участие как детвора, так и взрослые со всего Крыма. Организаторы уверяют, победители ожидают приятные сюрпризы. Владимир Липшиц принес на выставку более 30 своих работ. Чтобы сделать хорошие снимки, он объездил весь Крым. Это его излюбленное место. Фотографирует с 17 лет. Первые фотокарточки мужчина сделал более полувека назад и с тех пор не прекращает наслаждаться пейзажами полуострова. Даблис написал, что Крым есть мир в миниатюре. Это говорит о том, что все ландшафты земли, земного шара присутствуют в Крыму. Ну, естественно, и Потемкин в свое время сказал, что Крым есть жемчужина в короне Российской империи. На выставку фотографии он принес для того, чтобы дети смогли увидеть мир его глазами и полюбить с такой же силой, как и он. Уверен, в дальнейшем это побудит их более тщательно хранить природу и не загрязнять ее. По словам Владимира Липшица, для того, чтобы сделать один удачный снимок, необходимо расходовать как минимум несколько фотопленок. Цифровую аппаратуру он использует крайне редко. Цветопередача совсем не та. К примеру, Фериде Джигиталиевой больше всего понравился снимок Белой скалы. Увидев его, она даже удивилась, что в Крыму есть такие красивые места. Теперь у девочки появилась маленькая мечта – съездить в Белогорский район и сфотографироваться на фоне горы. Мне понравилась эта картина «Белая скала». Ну, я там никогда не бывала, но очень хочу там побывать. Ну, по взгляду, кажется, что она очень красивая, высокая. Свои работы в Министерство экологии прислали со всей республики. В акции «Сохраним уникальную природу Крыма» приняли участие как дети, так и взрослые. Сейчас на фото-выставке можно увидеть около полусотни работ. Каждая картина здесь хороша по-своему. Но когда я посмотрела на эту картину, она меня вдохновила, и даже я ставила свой маленький стишок. «Давайте любить не только людей, ведь любить нам дано сроду. Давайте станем чуть добрее и начнем любить природу». Отразили весь Крым, все его красоты, которые у нас сегодня существуют, чтобы увидели наши маленькие граждане, все красоты, которые… Потому что есть моменты, когда люди, прожив всю свою жизнь сознательно, в Крыму не знают и не видели то богатство, которое у нас есть. До 25 мая в Министерстве готовы принимать новые снимки от всех желающих. 5 июня, в День окружающей среды, специальная комиссия отберет лучшие фотографии и наградит их авторов. Дмитрий Попов, Алексей Романов, Время новостей.